Мир, братья и сестры, вам от Господа нашего Иисуса Христа. В книге пророка Иезекииля, в 46 главе, в 9 стихе написано, что когда народ Божий приходит в храм для поклонения, то те, кто зашли южными воротами в этот храм, должны выйти северными. А те, кто зашли северными воротами, должны выйти южными. И в конце написано, что ты никогда не должен выходить из храма теми воротами, которыми в него вошел. Что это значит для нас? А значит, это очень просто. Мы не должны уйти со служения из храма прежними людьми, такими, какими мы пришли. Если кто-то пришел сегодня с обидой в сердце, не уйдите в таком же состоянии домой. Уйдите с прощением, которое вы можете или готовы оказать кому-то. Поставьте для себя такую цель, я не уйду сегодня прежней. Если кто-то пришел сегодня в своем сердце, и неисповеданное сердце, непокаянное сердце, примите сегодня решение, я не уйду сегодня с служения прежним. Аминь, возлюбленные. Не уйдите сегодня прежними. Тема сегодняшнего служения – «Не попади в плен своего хорошо». О чем речь? Давайте мы откроем книгу Евангелия от Луки. Девятая глава. И мы читаем с 28 стиха. «После сих слов, дни через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. Его два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. «Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем трекущий одну тебе, одну Моисею, одну Ильи, не зная, что говорил». Итак, ученики видят то, чего не видели прежде. Столь великое явление. Божьи мужи, мужи Ветхого Завета являются Христу и общаются с Ним. Они видят Христа преображенным. Наверное, какое ощущение они пережили в тот момент времени, какие чувства, какие переживания, духовные, даже физические, мы не знаем, мы можем только догадываться и предполагать. Но Евангелие нам дает одну маленькую подсказку точно, что с ними произошло. Они дали такую оценку происходящему. Хорошо. Нам здесь хорошо. Они назвали это обстоятельство хорошо. И вот вопрос, для кого хорошо? Евангелие нам говорит, Петр сказал, хорошо нам. И именно от этого, от того, что хорошо нам, у них была идея. Давайте останемся здесь. И именно для этого хорошо, от того, что нам здесь хорошо, мы сделаем трекуще. Послушайте, если бы Бог не вмешался в эту историю, и написано, был из облака глаз глаголище, это Сын Мои Возлюбленный, Его слушайте, и всевозможные инициативы и идеи апостолов, они остановлены были. Послушайте, мы всегда, когда попадаем в свое хорошо, мы готовы там остаться и остановиться. Так происходит, когда мы приезжаем куда-то в гости или там, где мы отдыхаем, и нам там хорошо. И с какой порой грустью и печалью мы уезжаем обратно домой, в свою реальность. Какая-то такая тоска есть, и нам бы остаться подольше. Нам бы остаться подольше. У хорошо есть такое свойство, притягивает какой-то магнетизм есть. Послушайте, нам от многого может быть хорошо. Нам хорошо от наших жен, нам хорошо от наших мужей, нам хорошо от наших детей, нам хорошо от нашей работы, нам хорошо от нашего заработка, нам хорошо от того, что мы делаем. Любимое дело, хобби, увлечение, стройка дома, нам хорошо от этого. И именно для этого хорошо мы всегда готовы что-то делать, чтобы это хорошо продолжалось. Такое есть свойство у человека – улучшать свое хорошо. Но, послушайте, есть одно обстоятельство, что хорошо оно приносит с собой в жизни человека искушение остановить его. И апостолы, они уже никуда не хотели идти. Они уже забыли за своих остальных братьев, апостолов, которые были у подножия горы. Они говорят, давайте останемся здесь, потому что нам хорошо. Послушайте, я хочу сегодня сказать очень простую мысль, что Бог, приходя в нашу с вами жизнь, Он нацелен на то, чтобы в нашу жизнь или в нашей жизни сделать все хорошо. Там, где было плохо. И когда Бог заинтересован в этом, и Он над этим работает, Он так устроен, что то, что Бог делает, Он делает весьма хорошо с самого начала бытия мира. И наша жизнь с вами в том числе не исключение. Но вот в чем проблема. У нас есть искушение остаться в этом хорошо, остановиться в этом хорошо и никуда не идти. Послушайте, это хорошо может нас остановить не только в каких-то материальных вещах, не только в каких-то вопросах, связанных с плотскими вещами. Даже на духовном поприще люди, попав в свое хорошо, они останавливаются, никуда не хотят идти. Сын уже не пьет, хорошо. Дочка вернулась к нормальной жизни, это уже хорошо. Уже мы, все какие-то судебные процессы, опасности, угрозы, которые когда-то были, они уже в прошлое ушли, нам хорошо. Зачем молиться? Зачем поститься? Зачем уже ходить в церковь? Зачем что-то для Бога делать? Ведь уже все хорошо. И это хорошо, оно приносит в жизнь человека и порой является для человека искушением остановиться. И в это искушение попали апостолы. Казалось, тут ничего греховного не было. Христос преображен. Ветхозаветные мужи, пророки, они их увидели. Что тут плохого? Но дело в том, что воля Божья не была в том, чтобы они остановились там и остались там. В Ветхом Завете пишется книга Второзакония. Первая глава. Я хочу прочитать, друзья. Шестой и восьмой стих. Книга Второзакония. Первая глава. Шестой, восьмой стих. Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе сей. Обратитесь и отправьтесь в путь, и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнины, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Хананскую, и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Авраму, Исааку, Иакову, им и потомству их». Послушайте, о чем говорит Моисей. Когда евреи вышли из Египта, они пришли к горе Божьей. Имя горы Божьей Хариф и второе название – это Синай. Послушайте, интересно, что сделали евреи? Они пришли к этой горе, где были даны заповеди, где Господь им явился, разговаривал с Моисеем, и там были трагические события, и там была великая явлена милость Божья. И знаете, что это произвело в евреях? Они там остановились. И остановились на долгое время, пока Бог не вмешался в эту всю историю и сказал, «Хватит вам жить на этой горе. Я понимаю, что вам здесь хорошо, но это не то, что я определил для вас. Вы должны пойти туда, вы должны пойти в эту землю, в землю Амареев, и я вам дам землю, в которой вы будете жить. Вы должны в нее войти, и это намного лучше, чем то, что вы сейчас здесь имеете. У горы Божьей у человека есть такая особенность – останавливаться, когда пришло хорошо. Зачем еще напрягаться? Зачем куда-то идти? Угрозы ушли, уже все хорошо. Зарплата хорошая, квартира есть, жилье есть, семья есть, все хорошо. Как много верующих людей останавливаются в Боге, останавливаются в служении, достигши своего хорошо. Послушайте, есть одно обстоятельство, которое я хотел поговорить. Это Евангелие от Марка, 4 глава. Очень важный текст, и он очень поучителен. Это слова Иисуса Христа, Евангелие от Марка, 4 глава. И здесь сказано в 7 стихе так. Мы прочитаем 7 стих, и 18 и 19. Марка, 4 глава, извините, Марка, 4 глава. И смотрим 7 стих. Иное упало в терния, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Иисус говорит о тернии, одной из видов почв и растения, которое росло на этой земле, терния. А в 18 и 19 стихе он объясняет, что же такое терния. Терния, посеянное в тернии, означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Другими словами, Иисус объясняет, что терния или подобно тернию, функции тернии, выполняют что? Желания какие? Разбогатеть. Подобно тернию работают в нашей жизни всевозможные пожелания и богатства, улучшения жизни. И все, что они делают, они начинают заглушать слово Божье, которое попадает в нашу с вами жизнь. Послушайте, написано, что терния, оно заглушило слово, когда? Когда выросло. Другими словами, что вот эти терния, то есть желание улучшить что-то, обогатиться, достичь, оно всегда растет. То есть нет какого-то предела, где бы ты сказал, Господи, хватит, или, Боже, мне только вот это, и больше ничего не надо. Вы знаете, все мы знаем это над собой, что мы иногда ставим какой-то предел и говорим, Боже, мне бы получить зарплату, вот будет в 500 долларов, мне больше ничего не надо. Начал получать 500 долларов, через три недели, слушайте, вроде уже не хватает. Отдавайте тысячу, Господи, вот тысячу будет, я буду самый счастливый человек. Проходит месяц, получает человек тысячу долларов, смотрит, слушайте, ну что-то я живу как самый бедный вообще в стране, надо две. Послушайте, тернии всегда растут, Иисус об этом сказал, тернии растущие. И тернием он называет желание, пожелание, богатство, улучшить. предела нет. Знаете, в дикой природе есть такие два вида в животном мире, это акула и крокодил. И люди, которые изучают жизнь этих животных, они говорят, никто не знает, до какой длины они растут. Это два единственных животных, которые, ну, они растут всегда. Все, что влияет на рост акулы и крокодила, это кормовая база, ну, и климат, естественно. То есть, если есть, покушать, крокодил будет расти, ну, просто пока не лопнет. Вот. И то же самое акула, поэтому предела нет. Так и человеческое желание. Пока ты живешь в этом мире, всегда будет искушение чего-то больше, чего-то больше, чего-то больше. У нас в церкви, я скажу, пример такой, когда начали приходить ребята из среды, такие были, употребляли наркотики, жизнь разбита, разломана, куча долгов, их преследуют какие-то должники, их преследуют по закону, нет ничего, кроме прожженных трико, растянутых маек, долгов, поломанного здоровья, нет ничего. И вот они пришли в церковь, покаялись. И вот такая вот еще такая очень хрупкая жизнь во Христе. Я им говорю, братья, надо служить Господу. Знаете, что они говорят? Пастор, нам бы сейчас вот с долгами разобраться, и мы начнем служить Богу. Ну, давайте, братья, будем молиться, чтобы вы расплатились со всеми долгами. Проходит время, уже ни кредиторы не ищут, ни бандиты не ищут, никто не ищет. Все хорошо. Давайте служить Богу. Пастор, вы знаете, сейчас долгов нет, нет, ну, смотрите, в чем мы одеты. Прокуренные, прожженные треники, все такое поломанное. Вот надо, вот какой-то бизнес свой. Вот сейчас, чтобы на ногах стоять, не у мамки на шее сидеть. Ну, ладно, давайте, будем молиться. Молимся, проходит полгода, тот на работу устроился, этот бизнес начал. Братья, давайте служить Господу. Ну, вы же говорили, вот сейчас уже кредиторов нет, работа есть, давайте. Вы знаете, сейчас вот вы знаете, что, пастор, вот личная жизнь. Всю жизнь кололись, некогда было жениться, когда люди нормально женились, то нам было некогда. Нам бы сейчас вот личную жизнь и вдвоем, как мы с женой начнем. Ну, ладно, давайте будем молиться за жену. Смотрим, один женился, второй, третий, пятый. Братья, ну, смотрите, сейчас кредитов нет, долгов нет, милиция не ищет, бандиты не ищут, не колитесь, работа есть, жена есть, давайте, давайте. Знаете, что, пастор, мы же с мамкой живем. Может, сейчас вот мы, знаете, квартиру купим, чтобы уже была своя территория, чтобы уже головой как-то вот расслужение. Ну, ладно, давайте будем молиться за квартиру. Один купил квартиру, другой построил дом. Братья, давайте, давайте. Знаете, пастор, вот дети же сейчас уже появились. Надо сейчас их на ноги поставить. Вот сейчас на ноги поставим, вот образование дадим, и вот уже, чтобы как-то уж успокоиться, и в служение. По сей день терния растут, желания растут, предела не будет никогда. Иисус об этом сказал. Послушайте, когда терния заглушила слово? Когда выросла. То есть, оказывается, что на момент посева терния и слово Божье, они были в одинаковых условиях. Но терния начала расти быстрее, чем в человеке растет слово. Поэтому, когда человек приходит к Богу, сначала первое желание, как у моего отца было, только чтобы не пить, только чтобы не пить. Бог дал не пить. И папа на этом остановился. А так как пил всю жизнь, многое в жизни прошло мимо, то надо было наверстывать. Послушайте, и в служение Богу так и не вошел. То одно, то второе, то третье. Послушайте, терния растут быстрее. Вот эти желания, пожелания, хотения, какие-то, это увлекает, это так интересно. Хочется лучше, хочется больше. И ученики, они сказали, давайте мы построим кущи. Для чего? Для этого хорошо. Другими словами, ученики начали создавать условия для того, чтобы их хорошо никуда не исчезло. Чтобы для этого хорошо не было никаких угроз. И их хорошо имело такое продолжающееся состояние. То есть, мы всегда вкладываемся в свое хорошо, чтобы оно шло дальше, дальше, дальше и дальше. Послушайте, жить хорошо, неплохо. Но нужно всегда помнить и бодрствовать над своим сердцем. А остановило ли оно меня? А просел ли я на духовном поприще, на своем служении для Господа? Или нет? Прицепило ли на короткий поводок меня мое хорошо? И стало ли оно мое хорошо руководить мной? Или нет? Вы знаете, в книге Бытие во второй главе написано, Бог, представляя Адаму тот мир, в который он попал, Он говорит, от всякого дерева в раю ты будешь есть. То есть, на тот момент времени обеспечение Адама в раю, это были деревья. Он кушал плоды из деревьев, он насыщался. То есть, это был источник обеспечения. От всякого дерева в раю, Адам, ты будешь есть. Послушайте, что сегодня выполняет функцию деревьев в нашей с вами жизни? У нас сегодня мы не живем, как Адам, в раю, поэтому мы не кушаем только что-то с деревьев, но Бог подобные деревья в нашу жизнь посылает. И Бог говорит, от этой работы ты будешь питаться, я даю тебе эту работу. И мы молимся, Боже, дай такую работу, чтобы работать мало, получать много. Ну, хорошо. Ой, Господи, вот так хочется, чтобы у меня был такой вид бизнеса. Хорошо, ты будешь от этого бизнеса есть. Ой, Боже, дай мне такую землю, чтобы на участок, вот ездить на свою дачу не так далеко, но само все росло. У нас тебе такая земля, недалеко от города и очень урожайная. Ой, Господи, вот это еще хочется. И Бог дает каждому из нас многие деревья, от которых мы кушаем, от которых мы питаемся. Ну, вот что происходит. Когда мы читаем третью главу, Адам согрешает против заповедей Божьей. И скажите мне, где он начинает прятаться от Бога? Написано, между деревьями. Так или нет? Адам начал прятаться между деревьями. То есть, то, что когда-то Бог дал в качестве насыщения обеспечения, Адам это сделал, как средство и способ спрятаться от Бога. Это происходит в сегодняшней жизни. Когда ты приходишь к человеку в церкви и говоришь, слушай, брат, сестра, ты такой талантливый. Ты можешь принести очень много плода для Господа. Знаете, что люди говорят? У меня работа. У меня дача, мне некогда. Вы понимаете, там столько картошки я посадил. Люди начинают прятаться за этими деревьями. У меня бизнес. Люди прячутся от Бога за тем, что Бог им дал в качестве насыщения. У меня дети. У меня муж. У меня жена. И люди начинают перечислять список своих деревьев. Но ведь это Бог тебе дал в качестве насыщения. Но ты выбираешь это уже как способ от Бога же спрятаться. Это очень смешно смотрится. Дорогие друзья, в книге «Бытие», когда мы читаем Писание, там написано, что Бог дал человеку всего лишь одну заповедь. Да, это была заповедь-запрет. И это была единственная заповедь, являлась условием, которое человек, выполняя, мог оставаться в том благословении, которое называлось рай, Эдемский сад. Рай, Эдемский сад, это было благословение для Адама. Бог дал такое благословение Адаму. Но условие для пребывания там была одна заповедь. Не кушай, а древо познания добра и зла. Что тут сложного? Сегодня у верующего человека очень много всевозможных ограничений. Когда мы смотрим на Адама, всего лишь одна. Не кушай, а дерево. Что сложного? Все очень просто. Но послушайте, для пребывания в Эдемском саду и Эдемский сад Бог дал Адаму как благословение было одно условие. Не кушай, древо познания добра и зла. Но происходит следующее, что это благословение под названием Эдем было разбито человеком, а то, что Бог дал ему. Послушайте, у Бога желание одно улучшить нашу с вами жизнь во всех сферах нашей жизни. Сделать лучше, сделать лучше, сделать лучше. И что Бог делает? Бог увидел, что Адам один. И Бог сказал, это нехорошо, что ты один. И Бог включился в работу и начал работать над тем, чтобы Адаму стало хорошо, ведь ему было до этого нехорошо. И Бог включился в работу и дал Адаму Еву. И Ева для Адама была от Бога его хорошо. Так или нет? Ева пришла в жизнь Адама не как наказание, а как хорошо. Но я как сказал вам, что высшее благословение, которое Бог дал Адаму под названием Эдем, было разбито, а то и потеряно благодаря тому, что Бог дал человеку и это было хорошо. То есть, другими словами, Ева была для Адама хорошо. Почему было разбито? Адам попал в плен своего хорошо. И это хорошо начало говорить в жизнь Адама. И Адам отдал свое послушание, которое когда-то было отдано Богу, послушание Адама, которое раньше было отдано заповеди Божьей, через некоторое время было отдано в руки его хорошо. И это хорошо начало говорить его жизнь. И Адам пошел на поводу у своего хорошо. И это привело к трагедии. Послушайте, иногда люди готовы пойти в конфликт с заповедью Божьей, лишь бы только их хорошо не нарушилось. Они готовы пойти в разрез с Писанием только ради того, чтобы то, что является для них хорошо, продолжалось. Послушайте, вы знаете, в чем есть разница между Богом и нашим хорошо? Ведь Бог, Он не ограничен, а наше хорошо, оно имеет одну зависимость. Оно зависит от Бога первое, и оно ограничено в том, что самим собой. Если Бог дал тебе это одно хорошо, оно так и останется. Но если ты отойдешь от Бога, это хорошо тоже исчезнет. Оказывается, все хорошее в нашей жизни пришло в нашу жизнь с вами вместе с Богом. И если убрать Бога как источник хорошо, через некоторое время и это хорошо исчезнет. Иногда люди думают, что я приду к Богу, получу от Бога то, что мне нужно, получу свое хорошо и уйду в сторону. Так не бывает. Бог – источник всякого даяния доброго. Если ты, человек, хочешь, чтобы твое хорошо оставалось в твоей жизни всегда и постоянно, надо оставаться с Богом, с источником этого хорошего. Послушайте, дорогие, мы всегда хотим повысить градус качества своей жизни. Мы всегда хотим повысить градус качества своего «хорошо». Мы хотим более высоких зарплат, мы хотим более высоких урожайностей на огородах, мы хотим, чтобы дети учились в более лучших учебных заведениях. Мы всегда хотим повышать градус своего «хорошо». Мы хотим отдыхать в более лучших странах, условиях, отелях. Мы всегда хотим что-то лучшее. Машину, резину на колесах, на свою машину. Мы хотим лучшее. И в этом ничего греховного нет. Это нормально. Но что нужно всегда учитывать? Как незаметно это «хорошо» начинает претендовать на твое послушание, чтобы подчинить послушание твоего сердца себе. И человек становится пленником своего «хорошо». И тогда появляются многие проблемы. Как я сказал, что мы также можем попадать в плен своего «духовного» «хорошо». Я разговаривал с одним братом, который говорит, я приехал к нему в церковь, я смотрю на его служение, я смотрю на церковный молитвенный дом, и он реально маленький стал для них. Они собираются два служения уже. В зал помещает 300 человек сразу, и уже два служения, и это мало. Я ему говорю, тебе нужно строить новое или расстраиваться. Он отвечает, это уже я делать не буду, хотя он на три года младше меня. Я говорю, почему? Я удивлен. Я говорю, послушай, у меня в городе два молитвенных дома моих. Один, второй, и я сейчас хочу строить третий. Мне всегда что-то нужное. Куда-то идти, что-то делать. Он мне говорит, отвечать очень просто. На мой век хватит. Пусть об этом думать будут другие. Я сейчас езжу в другие страны, уже знаете, когда ты чего-то достиг, у тебя есть люди, у тебя есть молитвенный дом, тебе не стыдно в глаза людей смотреть, своих же пастырей, соработников божьих, себе, своей совести есть что сказать. И уже, знаете, так на тормоз нажать, на ручник, и уже чуть-чуть пожить для себя. Человек попал в плен своего хорошо, как евреи. Они остановились у горы Божьей Харива. Им было хорошо, пока Бог не вмешался. Мы можем попасть в плен даже своего духовного хорошо. Как я сказал уже, никаких угроз в семье. Зачем молиться? Уже нет никаких ночных кошмаров, вламываний в двери, оскорблений, драк каких-то, руганий никакой уже нет. И человек забыл про это все. Ему хорошо. И уже смотришь, в церкви нет. Хлебопреломления нет. Хорошо, потому что стало. Послушайте, есть одна история, которая записана в книге Бытие, и эта фраза Иосифа. Я хочу ее прочитать. Книга Бытие. Это 50-я глава. 24-й стих. Книга Бытие, 50-я глава. 24-й стих. И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И закал Иосиф, сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Иосиф умирает, и единственная его просьба, что придет время, когда Бог вас посетит. Я хочу на этом просто поставить знак восклицания. Бог посетит вас. Обратите на это внимание. Иосиф говорит, Бог вас посетит. И когда Бог посетит вас и выведет вас из Египта, все, что вы должны сделать, взять мои кости и вынести их из Египта. Когда мы читаем книгу Исход, в эту ночь бдения, когда была вот эта десятая казнь, на следующее утро, знаете, что сделали евреи? Они взяли кости Иосифа. Первое, что они сделали, об этом пишется Моисеем. Они взяли кости Иосифа и унесли их. Послушайте, сотни лет именно вот это Иосифом данное указание передавалось из поколения в поколение. Что мы должны вынести кости Иосифа. Послушайте, какая тебе разница, Иосиф, где будут лежать твои кости? Ну так или нет? Ну когда мы с вами умрем, нас похоронят. Какая разница, где мы будем похоронены? Для нас. Ну какая разница? На горе, под горой, около березы. Какая разница? Это на что-то повлияет? Нет. Но почему-то Иосиф заглял их это сделать. Знаете почему? Даже умирая, он хотел сказать, что Египет, какова бы ни была хороша там жизнь, сытая, спокойная, безмятежная, это не то, что Бог для вас определил. Как бы вам там не было хорошо, это не воля Божья. Это какой-то ее фрагмент. И вы должны оттуда уйти. Послушайте, когда туда зашли евреи, в количестве 70 человек, был примерно третий год голода. И они пришли и сказали, голод нашей земле, здесь есть хлеб, мы пришли сюда. Послушайте, голод закончился, семилетний голод закончился. и написано, что уже в их земле Бог дал урожай. Скажите, что сделали евреи? Ушли они из Египта? Нет. Они остались там. Внимание, вопрос. Почему? Голод закончился, там у тебя дом, иди домой. Они не ушли. Знаете почему? Хорошо. Они попали в плен хорошо и надолго, на 400 лет, и сами бы они никогда не ушли. Поэтому Иосиф сказал, вы сами никогда не уйдете. По сей день люди ездят в Египет, там хорошо. Где-то на 7 дней, где-то на 2 недели. Едят до сети. И так не хочется уезжать. Родство Иосифа это поняло еще тогда. Они раскусили секрет Египта. Ведь они, когда шли по пустыне, они всегда вспоминали, что еду египетскую, all-inclusive этот, египетский. Они об этом всегда говорили. Дыни, огурцы, почему-то, не знаю, лук и чеснок. Они это кушали. И знаете, что Иосиф сказал? Что только Бог вас спасетит. Другими словами, только Бог. То есть сами никогда Бог включится в это и выведет вас. Бог создаст такие условия, что выведет вас из вашего плена хорошо, потому что, если вы там останетесь, многие Божьи планы, им не будет суждено состояться. Многие люди, верующие люди, попадая в плен своего хорошо, как патрон, выпадают из обоймы. И в их жизни Божья воля останавливается. Но Бог тебе дал это хорошо, как часть своего плана. Но человек заигрался и остановился. И Бог говорит, послушай, я хотел тебе многое другого дать, как написано в этой книге Второзакония, что вы остались на горе жить, но вы должны идти в землю, которую я дам вам и вашим детям. Это не просто какой-то клочок земли у подножия горы, а это будет целая страна для вас. Дорогие, я хочу сегодня нас всех призвать к тому, чтобы когда мы Бога просим, когда мы от Бога ожидаем, мы к Богу приходим со своими нуждами и мы представляем эти нужды перед Богом и плачем даже и говорим, здесь плохо, Боже, сделай хорошо, здесь плохо, сделай хорошо. Не сомневайтесь в том, что Бог это не сделал, Он сделает это. Вопрос не в этом. Почему во Второзакониях всегда Бог очень часто на протяжении вообще четырех книг Ветхого Завета Он напоминал, когда ты придешь в эту землю и когда ты будешь есть и насыщаться, что ты не должен не забывай. Благодаря кому ты ешь, благодаря кому ты насыщаешься, кто в твою жизнь это принес? Не остановись. Я хочу сегодня, друзья мои, помолиться перед Господом о том, чтобы поблагодарить Бога за меру того хорошо, что у каждого из нас есть. А оно у нас есть с вами. Согласитесь. И немало. Если сейчас дать микрофон и пустить по рядам и сказать, расскажи про то хорошее, что Бог сделал в твоей жизни. Послушайте, нам года не хватит, чтобы это все выслушать. У каждого человека будет своя история. Но признайте себе сами. Дайте оценку. Вы остановились? В вашем духовном поприще вы остановились в вашем горении. От этого хорошо. Порой я замечаю, что когда у человека трудности и его подбрасывает, и то вспышка слева, вспышка справа, трудные времена. И когда такие люди приходили в служение к нам, я думал, Господи, дай им силы, хоть бы они устояли. Я думал, они не устоят. Проблема на проблеме, проблема на проблеме, но они горели. Они в самые тяжелые времена безденежья, трудностей, обстоятельств, которые просто ты смотришь и понимаешь, что я не знаю, что можно в этой ситуации и случае сделать. Но эти люди устояли. Но когда пришло хорошо, они потухли. Оказывается, их потушило хорошо, а не трудности. Трудности стимулировали, а хорошо убаюкало их. Пришла сытая, безмятежная жизнь. Надо пожить чуть-чуть для себя. И остановка. Мы сегодня поблагодарим Бога за то хорошее. Посмотрите в свое сердце, если вы восстановились в молитве, восстановились в вере, вы уже давно не поститесь. А зачем поститься? Вы уже никому не благовествовать, а зачем благовествовать? Вы уже где-то перестали участвовать в жизни, в деятельности церкви, в своих служениях, домашних церквей просто. Потому что хорошо, зачем? Мне надо влаживаться в свое хорошо. Пересмотрите, будьте внимательны. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Давайте мы встанем на молитву. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова